Приветствую вас, я могу вас одновременно обрадовать и, наверное, огорчить, потому что вы уже являетесь клиентом психолога, по крайней мере, пациентом психотерапевта, не знаю, а вот клиентом психолога точно. Дело в том, что никого просто так не гнобят, никого просто так не шпыняют, никого просто так не обесценивают. То есть, если с вами такая история происходит, значит, вы, именно вы сами в чём-то где-то как-то себя так повели, что вот позволили людям, позволили коллегам, к вам так относиться. И я думаю, я думаю, что причина кроется в вашей потерянности, вашей жертвенности и так далее. То есть, проблема, она гораздо более глобальная, чем моббинг на работе. То есть, я, конечно, не знаю, я не знаю, безусловно, причину, например, того, почему у вас валилась креща, да, там и так далее, но в теории вы можете взять, там, небольшой потребительский кредит, как бы доплатить его все. То есть, вот, возможно, это для вас не выход, значит, кредита, но я просто говорю о возможностях вариантов, о возможностях вариантов. То есть, понимаете, как бы, вы сейчас, вот сейчас, да, вы где-то живёте, то есть как-то вы сейчас живёте. И прожить как-то, но без травмирующих для себя обстоятельств гораздо более полезнее, чем, например, жить с крышей, да, к примеру. Но абсолютно стравмирующие для себя истории. Вот. Поэтому, я полагаю, что вам, вот, основная проблема, почему у вас, к примеру, на просьбой работе, да, там, ну, грубо говоря, гнобят, да. Одновная проблема заключается в том, что вы потерялись, у вас нет вот этой, вот этой такой позиции, да, можно так выразиться, выразиться. Вот. Вот. Нет у вас этой позиции. Понимаете? И вот здесь, собственно, и представляется самая такая проблема, на мой взгляд. Основная. Вот. То есть жертва, жертва, это человек, который, во-первых, не берёт на себя ответственность. Жертва, это человек, который не осознает последствий. Жертва, это человек, который не имеет чёткой системы ценностей и ориентиров. Жертва, это человек, который не умеет, не может, не хочет полагаться на самого себя. Ну, то есть вот вы на себя, да, на себя, саму вы не полагаетесь. К сожалению. К сожалению. Вот. Если вы себе не доверяете, доверия к себе у вас как бы, ну, нет вообще. Вот. Понимаете? И я думаю, что это одна из ключевых особенностей вашего состояния. То есть клиентом психолога вы уже являетесь. Можно ли это скорректировать? Да, можно и нужно это скорректировать. С этим можно работать и нужно работать уже сейчас. Понимаете? Вот. Ну и по поводу того, что вам делать на работе. Я рекомендую для начала изучить принцип амортизации. Это прям вот то, что вы можете сделать сейчас. Да? Вот. Хотя бы. Как вариант. Вот. А дальше вы на работе во псевдожем. Вы на работе во псевдожем пришли, чтобы делать своё дело. Какое для вас значение работа имеет? У меня вот как-то довольно такая странная возникла картинка. Да? Что вы пришли на работу, а как будто вы совсем и не работаете даже, а как будто вы, знаете, на работе какие-то проблемы решаете. Я имею в виду проблемы там своей, к примеру, неуверенности в себе. Вот. То есть определите вот данный аспект, что конкретно для вас значит работа. Вот. И как вас задевает то, что вот происходит. И что это за процесс, по сути. Что есть, ну. Как этот процесс стал, стал возможен вообще для, ну для вас. Вот этот процесс, я имею в виду мозг. Вот это всё. Начал амортизация. После обязательно, обязательно исследование вашей жизненной истории и анализ. Вот. Обратите внимание на личные, личные, личные границы, да. И, соответственно, на то, почему эти люди вообще это делают. И свою реакцию, свою реакцию на это. Вот. Вот так. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Такие рекомендации. Вот. Их, конечно, немного. Но и истории у вас достаточно кратенько. Я уже сказал, много вещей нужно прояснить. Вот. Так что, пока воспользуйтесь этим. А дальше, если у вас появится желание поработать, да, выбирайте себе эксперта любого и начинайте индивидуальные консультации. Если у вас остались вопросы ко мне, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Вам никогда не вот на главный refund. chinese oni